Итак, тема сегодняшней беседы это принятие судьбы, аскеза как медопреодоления трудностей, развитие твердости духа, как научиться прощать, просить прощения, молитва, победа над судьбой. Ну мы фактически продолжаем то, о чем мы уже говорили вчера. Это сложное для понимания тему, для каждого человека. Допустим, девушка подошла ко мне сейчас, она не могла как бы, даже не могла подождать или руку там просто, а это для нее было очень тяжело. Олег Геннадьевич, она сказала, да-да-да, она сказала мне, теперь все, я уже не могу жить дальше, вы мне сказали, что так всегда будет в моей жизни. Нет, я не так сказал, я сказал, что есть такая закономерность, что вот она есть. А так как мои слова часто воспринимаются как приговор, то это просто неправильное представление о судьбе. Ну то есть есть закономерность, она имеет какое-то значение. Какое она значение имеет? Просто объем работы. Вот я просто наконервность поняла и сразу возникает испуг. И так как человек боится судьбы в целом, боится, поэтому он действует как лягушка, которая прыгает в пасть удава. Она увидела эту пасть и думает, ну все. Олег Геннадьевич, это вот судьба, вот в пасть? Да, это судьба. Ну я поскакала. Ну давай, счастливый дорогой. Ну у меня есть выбор, нам может не скакать. Ну то есть если человек испугался судьбы и он думает, ну все, вот это вот все, неужели это так, вот Олег Геннадьевич мне так сказал, значит это неправильное мышление просто. Испуг всегда возникает в результате влияния судьбы. Испуг указывает на то, что вы увидели правду. Это и есть ваша судьба, вы испугались. То, что я сказал, произошел испуг. Вы испугались, вы увидели судьбу. Отлично. Теперь нужно настроиться на Бога, через звук те, кто молится, настроиться на Бога и отвлечься от судьбы. Если вы ее увидели, почувствовали, теперь не надо к ней примагничиваться дальше, дальше и думать, все это вот, все, это что, все вот это судьба. Судьба, нет, не все, это просто судьба. Поймите, что судьба, она очень сильно пугает. Часто люди не хотят даже признавать, что это так. Это еще хуже. Есть два варианта мышления. Первый вариант мышления, это когда человек просто делает вид, что это не судьба, что этого нет в моей жизни. Но это еще хуже, понимаете. Этот метод называется метод страуса, когда он засовывает голову в песок, когда за ним гонится тигр. Но тигру голова не нужна, а у страуса там вообще никакого мяса. Все, что им нужно, все снаружи раздается. Понимаете? Ну, соответственно, этим пользуются потом. Вот. Ну, то есть неправильный метод. То есть страус засунул, голову в песок, тигра нет, все, спасение пришло. Ну, как бы вот это мышление, что ничего нет, все нормально, это тоже неправильное мышление, неправильный метод. То есть судьбу все равно придется признать. Сначала страшно, я согласен, тоже пугаюсь, когда сильно судьба так толпанет. Я пугаюсь тоже. Но потом начал слушать те, кто молится. Вместе начинаю молиться, голос сильнее и сильнее. В этом раз чувствую, держу судьбу, держу. Трясет так тяжело. Вот как женщина сказала, меня аж холодный пот прошибло. Что произошло? Вы столкнулись с судьбой только внутри тела. Вы держите аскезу, держали аскезу, до определенного степени додержали. И там судьба, связанная с телом, болезнь. То есть это судьба в теле. Она вызвала, как бы вы с ней столкнулись, так. И у вас так раз пошло, окружение, пот холодный. Я много раз с этим сталкивался тоже, как вы говорите. Я знаю, как это работает, потому что я знаю, как блоки эти в теле пробивать. И меня этим не напугает. То есть, ну, вам не надо вот этим путем идти. Я аж выдерживаю, просто я так концентрируюсь. Именно час надо. Неизвестно, сколько вам надо. У меня была ситуация один раз в жизни. Я молился 6 часов в день. И только через 6 часов чувствовал в сердце, что стало спокойно. На следующий день опять нахлобучивало. Вот когда судьба валится на человека, оно как заново, как будто... Каждый день валится новое. Если бы я не молился, оно бы все сильнее и сильнее, и меня бы смыло было. Вот. Я 6 часов проходит, и так 20 с лишним дней. Потом раз меньше уже, часа 4 уже легче. Потом еще меньше. Пошла на спад судьба. Бывает такое, что 6 часов надо молиться, чтобы победить. Ну, это такие серьезные вещи. Это там уже не в обклеточку, может быть. Ну, как если ты этого не будешь делать. Ну, то есть, это такие серьезные уже вещи судьбы. Но простые вещи там можно легко решать. Мы просто нам, мы не знаем, мы просто боимся судьбы. Мы даже не знаем, сколько там объема работы. Потому что если ты испугался просто и уже в эту сторону даже боишься смотреть, тогда ты даже не знаешь, сколько там объема работы, сколько нам нужно молиться, чтобы это все убрать. Иногда бывает, вот, женщина, допустим, я не могу выйти замуж, а ей там всего, может быть, пару месяцев помолиться по пару часов в день, и все, и нормально, можно выходить замуж спокойно. Понимаете? Она никогда, никогда. Понятно, что никогда. Вот если у тебя изо рта воняет, тебе надо просто почистить зубы, и у тебя не воняет. Никогда я не смогу сделать так, чтобы не воняло. Но если ты не будешь чистить, так оно, конечно, будет всегда вонять. И вот он думает, никогда, никогда, всегда будет во рту вонять. Вот. Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, у меня во рту будет вонять или не будет вонять? Мне надо почистить зубы просто, и не будет вонять временно. А потом опять будет вонять. Ну, Олег Геннадьевич, это не жизнь. Ну, почему не жизнь? Нормально, как бы, чистим и чистим, привыкать надо просто к этому.